Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет видео распаковка. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы знаете, что в принципе я анонсировала распаковку в таком формате, что меня в кадре не будет, будут в кадре только мои руки и флакончики. Потому что, во-первых, мне вот сегодня захотелось снять в таком формате, ну и плюс, конечно же, были запросы от вас. Девочки писали, что иногда можно снимать именно в таком формате, чтобы можно было более досконально рассмотреть флаконы, упаковку. Поэтому периодически буду распаковки снимать и в таком формате. Давайте приступим. Как сказала вам, что заказ у меня с сайта Рандевую. Я вам название ароматов оставлю в описании к этому видео. Там же оставлю ссылки на все позиции и оставлю свой промокод. Промокод мой суммируется со всеми акциями, скидками на сайте и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Думаю, вы об этом знаете. И заказ, наверное, скорее всего мы разделим с вами на несколько частей, потому что мне хочется более подробно поговорить о каждом аромате. Ну, в общем, давайте приступим. Потому что здесь есть не только слепые покупки, но и такие уже обдуманные. Как, допустим, первый аромат, который перед вами, это Atelier Désor. И аромат называется Rouge Sarai. В видео о куплю-не-куплю, формат куплю-не-куплю, я вам рассказывала, что я хочу приобрести этот аромат. Мне он понравился. Мне он напомнил еще один аромат от бренда The House of Wood. И, кстати, тот аромат я тоже себе приобрела, потому что все-таки я поняла, что хочу иметь и тот, и другой. Да, они похожи, но все-таки не то что направление, даже звучание, конечно, немного разное. И также получилось, что хорошая цена была на тот аромат. И я решила приобрести и тот, и другой. По оформлению все хорошо упаковано. Здесь вот наклеечка со всей информацией, с QR-кодом. Вот, все как положено. Все присутствует. Также информация вот здесь вот. Кому это интересно, можете ставить на паузу, изучать все вот эти вот нюансы. И давайте с вами распакуем. Фон и бренда мне очень нравятся. Так, это все так красиво, дорого-богато, что называется. Так. Так, вот это все открывается. И здесь очень, кстати, упаковка такая приятная, тактильная. И в таком формате все открывается. Здесь уже флакон у нас черный, у меня есть. Также флакон бренда, он в белом оформлении. Это уже в черном. Также блестки, золото. Вот так вот все выглядит безумно красиво. Пирамида здесь, в принципе, тоже такая очень интересная. Здесь нота сливы. Я, честно говоря, ощущаю здесь финики, но фиников в пирамиде нет. Здесь у нас присутствует слива, корица, жасмин, гелиотроп, пачули, гвояковое дерево, сандал и ваниль. И знаете, что могу сказать? Однозначно может показаться, что аромат, на первый взгляд, на такое прям прохладное время года, что летом он будет неуместен. Сейчас, кстати, нанесу его на себя немного. Но, тем не менее, аромат звучит очень красиво. Здесь я однозначно ощущаю приятную корицу на старте. Есть даже ощущение табачности. Но при этом все это красиво замиксованное вот со сливой, я бы, наверное, даже сказала больше чернослив. Именно не свежая слива, как фрукт. И ощущаю я здесь финики. Ничего с собой не могу поделать. Прям такой он мягкий, теплый, очень обволакивающий аромат. А при этом вот эта вот, наверное, сладость, такой гурманский подтон, дает аромату возможность звучать красиво не только в холод, но и в теплое время года. Понятно, что прям на жару такую лютую, жару плюс 30, плюс 40, он будет, наверное, не совсем уместно звучать. Хотя зависит от климата все. Но в такую вот среднюю температуру аромат звучит очень красиво. Но я еще буду к нему возвращаться, буду более подробно рассказывать. Эти блестки, золото точнее, не блестки, золото. Очень красиво все выглядит. Да, очень мягкий он. Мягчайший просто аромат. Здесь такой нежный, молочный сандал без солоноватости, с мягкой амброй. Амбра мне, кстати, очень нравится, как здесь звучит. Не грубо, а очень мягко. Поэтому, если вам нравится вот такое вот направление мягких восточных ароматов, с европизированным, я бы сказала, колоном, то есть достаточно понятный, не грубый, без лишнего мускуса, мускуса, никакой вот такой грязи, плотности в аромате нет, то можете присмотреться к этой композиции. Я уверена, что он придется вам по душе, потому что действительно звучит безумно красиво. Но сегодня у нас распаковка, как я и сказала. Более подробно уже буду рассказывать чуть позже. А следующий аромат, который я приобрела благодаря Рите. Рит, тебе огромное спасибо, потому что я увидела этот аромат у нее. Она его так красиво описала, как невероятно красивый, такой яркий, туберозный аромат со сладостью. И мне очень понравилось это описание. Я тут же заказала его вслепую. Это аромат от бренда Boucheron, называется Quatre Iconic. Это именно версия, я как поняла, такая более интенсивная, потому что здесь еще классическая версия. А Quatre я, кстати, его заказала в мини-формате. У меня здесь еще такой вот набор различных пробничков для знакомства, для видео куплю-не куплю. Будем с вами все разнашивать. И этот аромат я приобрела в максимальном объеме. На него была хорошая цена. Разный был от объема, просто когда я заказывала его в максимальном, и я решила взять именно в максимальном объеме. Так, я вам, кстати, показала. Здесь вот всю информацию. Пачкод. И давайте будем распаковывать. Сейчас шуршание, не знаю, как камера моя воспримет все эти звуки. Так вот все блестящее такое, все переливается. Аромат, казалось бы, тоже, да, что он достаточно яркий, но вот я его после того, как уже заказала, прошла, протестировала. Просто получилось так, что я была в Литуаль, и там я его протестировала, и мне показалось, что аромат уместен будет и сейчас. Смотрите, вот здесь вот нарисовано, как правильно пользоваться. И здесь вот такая вот наклеечка даже есть. Инструкция, так сказать. И давайте будем с вами... Да, смотрите, как классно. Здесь не крышка, а вот так вы просто поворачиваете, и уже непосредственно распыляете сам аромат. Наношу опять на руку. Буду сегодня благоухать. И это, на мой взгляд, невероятно красивая тубероза. Кстати, знаете, у меня такое еще немного смятение в том, что, как я поняла на фрагрантике, его сравнивают с орхидеей Тома Форда. Именно с черной орхидеей. Не знаю, я с орхидеей тоже знакома. Возможно, да, что-то есть, но я не помню. Может быть, я, конечно, подзабыла тот аромат, чтобы там была настолько выраженная, кремовая, сливочная тубероза. Может, я, конечно, что-то путаю, для меня это аромат на тему такой яркой, броской, сливочной, кремовой туберозы. Для любителей таких ароматов однозначно присмотритесь, потому что тубероза действительно очень красивая, такая сливочная, какой-то прям хищности с точки зрения, допустим, зелени я не ощущаю. Для меня это такая сливочно-лактонная тубероза. Честно говоря, меня даже относит в направлении Амуаж, Love Tубероза. Что-то в этом есть. Также немного напоминает мне Мансерме, Вельвет Ванила. Но сейчас, даже ощущаю аромат, он как будто более пудровый, более плотный. Да, возможно, вот эта хищность есть, но она проявлена нестандартно, как вот в обычных таких ароматах, именно цветочной, зеленой туберозы, потому что все это красиво, в таких взбитых сливках, в ваниле. В общем, невероятно красивый аромат для любителей туберозы. Кстати, я его разношула, как я сказала, наносила в Литуаль. И стойкость у него отличная. Это прям такой бронебойный, громкий, стойкий шлейфовый аромат по приятной цене. Это прям вот классный, недооцененный люкс. Я нигде не видела в обзорах у девочек, ни у кого больше этот аромат. Увидела его у Риты в Телеграме, а вот у девчонок, у блогеров на Ютубе я ни у кого не видела. Я считаю, что он очень недооценен. Поэтому обратите на него свое внимание. Классный аромат. И давайте в этом видео распакуем еще один аромат, который я очень хотела. И это аромат от бренда Трусарди, который новиночка у нас. Аромат называется вот таким вот образом. Не буду пока коверкать. Я, честно говоря, еще прям досконально не изучала аромат. Потом я уже буду снимать отдельный обзор, более подробно все расскажу, пока вам показываю. Почему я его решила взять? Потому что мне он понравился при затесте, когда я его тестировала и поняла, что я его хочу. Очень красивая такая небесного цвета. Я бы сказала, даже ментоловая такая коробка. Обожаю такой цвет. И мне понравилось, что он такой легкий, воздушный, на мой взгляд, конечно. У всех понятие легкого, воздушного свое. Но мне показалось, что к лету мне аромат такой нужен. Давайте его распакуем. Из тех, что я тестировала, мне он понравился больше всего. Еще мне, кстати, понравился там у них в черном флаконе такой гурманский аромат. Но, наверное, сейчас пока повременю. Подожду. В общем, из коси не ближе возьму. Шуршащая приятная часть. Так, здесь у нас, да, как всегда, заклеено все. И вскрываем. И здесь флакон, да, прозрачный. Здесь уже флакон не матовый. Он в прозрачном таком оформлении. Здесь такая же вот замшевая штучка, сама наклеечка. И также здесь ошейник такого же цвета, в цвет коробки. Так вот это все выглядит. Что касается аромата, очень хочу его нанести на себя, потому что я его тестировала всего один раз в Литуаль. И мне этого было достаточно. Я поняла, что хочу флакошек. На старте это прям какая-то ментоловая жвачка для меня. То есть это прям идеально. Сейчас для лета будет просто must-have. Да, это прям такая сочная зелень и такой прям яркий ментол. Я здесь ощущаю также на старте ирис. Он не ярко прям как-то выражен, но тем не менее присутствует. Здесь у нас присутствует аморетто, цикламен, амбретто, также кувшинка, корень ириса, фенхель, янтарь, мускус. И это, кстати, очень даже необычное такое, на мой взгляд, сочетание нот. Что я слышу? Однозначно на старте я ощущаю цитрусовые аккорды. Прям очень сильно ощущаю. Что касается кувшинки, возможно, здесь есть такое вот сочетание какое-то водно-свежее, но я здесь ощущаю еще мяту. Вот именно какая-то ментоловая такая нота. Не ярко выражена, но здесь она однозначно есть. Что касается ириса, как я и сказала, ощущаю мягкую пудру ириса. И именно сам ирис, здесь надзаявлен корень ириса, какой-то землистости я здесь не ощущаю. Он звучит свежо. Для своего вот такого свежего, прохладного отчасти, я бы сказала, звучания, аромат довольно яркий и стойкий. Потому что я наносила на себя, разнашивала, и в нем есть какой-то, знаете, аспект прям чистоты и свежести. Не скажу, что прям ярко выраженного порошкового звучания нет, но что-то такое однозначно есть. Прям свежее, бодрое такое, классное, очень нравится. И мускус здесь такой, я бы сказала, пушистый, с эффектом вот чистоты. Не скажу, что он прям такой горячий, теплый, именно с эффектом глажки, как бывает мускус, но он вот такой прям воздушный. Интересный, интересная пирамида. И, кстати, могу сказать, что касается амбретты. Да, возможно, амбретта есть на старте, но, пожалуйста, не бойтесь этого. Это не звучит, как что-то прям ярко выражено алкогольное, просто есть такая небольшая приятная терпкость. Все, долго эта нота не держится в аромате. И, как и сказала, что да, действительно, хороший стойк, хорошая стойкость, шлейф, и вот это ощущение какой-то свежести очень мне нравится. И мне безумно нравится, что в этих ароматах есть какая-то, знаете, такая связь, будто бы чего-то такого пудрового, свежего есть однозначно. Это мне очень нравится. Поэтому с огромным удовольствием, в принципе, приобретаю ароматы от бренда Труссарди. Вы, в принципе, знаете, что я очень люблю этот бренд, поэтому да. И ни на что он не похож. Это мне очень нравится. Действительно, такое нетривиальное звучание. Вот. На сегодня, наверное, все. Показала вам три своих новиночки и еще несколько новых своих ароматов покажу уже в следующем видео. Поэтому, если не хотите пропустить это видео, то обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много всего интересного в режиме онлайн. И встретимся с вами уже завтра. И пока-пока. Пока.